итак здравенькие булы карлики прошлое видео про рублик карликом зашло довольно неплохие относительно просмотры поэтому решил пока что эту тему продолжить вот соответственно сегодня у нас будет на обзоре от решил карликов порадовать не рубликом и евриком кстати евриком вот ну и даже не евриком а двумя евриками два еврика монеткой решил порадовать да вот пока что вы в целом примерно видите как она выглядит вот дело в том что еврики на самом деле там оказалось да я сам не знал у меня в какой-то момент просто возникло желание типа купить еврик именно но монеткой да как бы я помню что там еврики такие прикольные но именно я их никогда в реале как бы не видел да имеется ввиду картинки где-то видел там я подумал да я куплю типа еврик там но ты стал ну типа стал гуглить туда-сюда вот оказалось что их много разных видов вот а потом я соответственно купил встретился с челами которые продавали и они еще много чего интересного рассказали и вкратце я вам тут поведаю как дело да но очень вкратце вот короче это но это во первых не юбилейная да кто-то сейчас может подумать что типа юбилейная там туда-сюда нет хотя конкретно эта модель это 2004 года да это была олимпиада в афинах вот здесь вот насколько видно да ведь 2004 год афины то есть это реально еврики 2004 года то есть уже по сути раритет да уже практически 20 лет вот да конечно евро выпускаются каким-то там событием туда-сюда но при этом это ну как это можно считать не некой юбилейной модели но это модель это евро которые абсолютно ходят в обычном ходу вот ну как бы сейчас понятно что вот такую вы в обычном ходу уже наверно тяжело будет найти да хотя может где-то и можно вот кто там из еврозоны напишите я это вообще не шарю в этом плане вот но это в принципе обычные у них тиражи но относительно большие то есть там порядка 80 тысяч монет 40 тысяч монет вот но это как напоминает как у нас да вот 10 рублей же есть но вот обычные современные 10 рублей они постоянно выходят там то такие то там города были то еще там что-то был там до хрена все было кстати есть 10 рублей по вам чеченская республика что ли как-то так примерно называется это супер дорогие 10 рублей одни из самых дорогих то есть 10 рублей чеченской республики стоили уже нет даже пару лет назад они стоили там 6 или 10 тысяч рублей представляете одна монета вот это пару лет назад чем может еще дороже и по моему кстати это не сам дорогая была по моему было что-то еще что-то дороже я уж не помню я такие не покупаю конечно это очень на мой взгляд это супер дорого супер переоценено как бы вот но кто-то покупает ну ладно ты их делал да но дело не в этом в общем короче они выпускают еврики да и и там все знает чем прикол громадный прикол в том что как мы понимаем да еврозона дата даже входит куча государств да вот евросоюз там гусалт это афина например греция там италия и тогда монако да и у них у всех своих а ну не у всех но ну короче монетные дворы но они по-моему даже не у всех но каждая из стран еврозоны она имеет по моему право заказывать свои вот такие монеты то есть даже если у них нет например монетного двора да то они могут заказать у чужого монетного двора чтобы им напечатали евро и они все печатают евро и у них короче у всех свои свои есть евро то есть там написано вот что это например там эстония да например даже эстония да там вот это вот греческая я так понимаю да как бы там все остальное да там на франция там монако еще какие-то люксембург я не знаю я не помню все там все не все там да вот здесь кстати на этом написано тоже полотенц на ребре плохо видно короче там написано что-то типа тенс тоже вот и короче они все выпускают да но при этом тиражи по сути лимитированные да то есть все это имеет коллекционную ценность вот я не знаю там по моему может и обычные правда есть евро вот это я не помню я спрашивал у челик он отвечал но не то еще не помню то есть есть условно обычный вот который вот сейчас выпускается такой массовый да наверное да а может они все такие вот точно этот момент честно говоря не помню может есть да дефолтные вот ну там напишите там еврозоны меня дохера народу смотрит все все знают у кого-то может даже коллекция есть короче люди да почему я уверен многие даже кто там живут они об этом даже не знают то что ложки вот не буду показывать пальцем да как бы вот на самом деле там вот такая очень интересная тема они соответственно выпускаются по годам на самом деле даже есть справочники всего этого дела да вот и они стоят разных денег то есть например вот ну 2 евро до условно ща евро там 90 рублей например соответственно это меди цена минимально 180 рублей это номинал что называется но вы по 180 их не купите они будут несколько дороже а вот насколько дороже зависит от года выпуска там год причем не очень большое значение имеет то есть не думайте что есть например монетка десятого года и пятнадцатого то пятнадцатого будет дешевле нет там больше все знать что имеет 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 больше все по моему страна то есть перманак какой-нибудь но еще какие-то фишки там ну тоже знаете свои там загону эти коллекционеров вот вот такая вот вам история там в общем да в целом я уже рассказал да как это происходит а кто из еврозоны можете дополнить как там текущей ситуации именно даже вот то что я сказал вы наверно даже не знаете но вы зато знаете как там вообще в целом сейчас по наличности что там какие евро именно в массе в массе да какие еще евро вот именно эти монетки вот какие-то монетные двора до дворы да например если во франции то ли у тебя там французская будет евро но пересты поедешь в бельгию какую-нибудь ну или там да куда угодно в эстонию да куда куда угодно не знаю финляндия евро не евро там и ты там будут будут ли французские монеты в массе то есть они скорее всего если будут они будут приниматься да но в массе в массе они скорее всего если в финляндию например приедешь но финляндия не знаю там еврозона по-моему тоже еврозона ну ладно там возьмем там условно там швейцарию швейцария в еврозоне швейцарь кстати по-моему не в еврозоне сам прикол а может и в евро ну и франк по-моему не помню Ладно, не будем брать Швейцарию Возьмем Италию, Испанию Ну, что угодно, да И вот если, например, в Италии, то в основном там еврики будут итальянские Это вопрос, соответственно, к тем, кто, так сказать, в коем-то Пишите, что думаете В общем, короче, тема с евриками оказалась, на самом деле, очень интересной Этим мало кто занимается Что обычно коллекционируют рубли и все такое Но еврики тоже довольно интересная тема Единственное, что это новая тема, да Потому что они, еврики, пошли, ну, примерно с 2000 года То есть им всего там, ну, самым старым по 20 немножко лет В отличие от рублей, которые, сами понимаете, да, сколько рублям Это я уж молчу про всякие царские рубли Это, ну, понятно, что там уже говорить не о чем Ну, именно еврики, да, как валюта Потому что, ну, как валюта, это новая валюта Она изобретена, скажем так, в 2000 году примерно, да Потому что до этого ее не было Понятно, что там есть фунты там и все такое Это все понятно У них есть история, да, как бы А вот, например, если брэмарки там, вот, немецкие Там история, будь здоров Вот, а вот если еврики, говорят, а они новенькие такие Ну, видите, свои приколы есть Но я бы не сказал, что они там супер красивые Они все довольно одинаковые Единственное, что у них вот тут вот разные рисунки, да Тут у них примерно все время одно и то же Вот, у них вот тут разные рисунки Вот, можно, так сказать, смотреть, что там Ну, коллекционные цены зависят в основном не от рисунка, красоты его, да Если там особо красиво обычно ничего прям не бывает Вот, больше зависит вот именно от того, где выпускается Там, по-моему, Монако ценится еще где-то У них просто еще маленькие тиражи Они выпускают, да, вот я искал по 60 тысяч А там по 60 тысяч, да не всегда по 60 тысяч Там бывает некие монеты, монеты по 5 тысяч, по-моему Чуть ли не по 2 тысячи экземпляров И, соответственно, ну, это по классике, да Чем меньше тираж, тем больше ценности Плюс это вся Европа собирает А в Евросоюзе, как известно, по-моему, 800, что ли, миллионов человек То есть, сами понимаете, да Хоть, может, там мало кто этим занимается Но это, блин Вот, короче, ну, вот вам такая удочка Закинул, да, вы там пишите, что думаете Мне кажется, это еще даже более интересно, чем советские рубли Хотя советские рубли, это очень интересно Это суперинтересно И, в принципе, это интересно Не, ну да, советские рубли, это однозначно интереснее, чем эти евро Гораздо, причем гораздо интереснее Но все-таки евро, это Потому что советские рубли знают все, даже зумеры Ну, хотя, наверное, не каждый зумер знает про советские рубли Не каждый, не каждый, не каждый Даже я вот знал про советские рубли Ну, я, по сути, там мелким был, да Хотя я их даже в реале видел именно, ну, в обращении, понимаете, я ещё из тех времён, когда я мог их в обращении в реалии. Был, был, было, ну, это в самом начале 90-х. Ну, я это просто, ну, как бы я такой человек, увлекающийся, да, а так вот даже многие из моего поколения, они это вообще слабо знают, либо плохо знают, либо не знают. А кто чуть старше, да, ну, по сути, те же зумеры, вот, хотя зумеры не чуть старше, но даже, условно, там Вигилинг, да, вот, потому что он только родился, там, в 93-м где-то году, то есть ему в нулевом где-то 7 лет было, то есть он про советские рубли может и не знать, как бы. А если знает, то знает прямо по минимуму, вот. Хотя, с другой стороны, а кто должен по максимуму знать? Кроме коллекционеров, да, вот коллекционеры, они знают дофига чего. Вот, я бы рассказал вам истории про коллекционеров, вот, с одним встречался, он мне там загнал одну тему, но не в этом ролике. Вот, короче, такая вот тема, в общем, карлики, лайк, подписка, колокольчик, до новых встреч!